Запах резины, шум моторов и взрыв эмоций. Таким был третий автомобильный фестиваль, который в очередной раз прошел на знаменитой Брестской земле. В этом году участие в автошоу приняли 18 клубов со всей республики. Вот уже в третий раз госавтоинспекция проводит автофестиваль под девизом «Культура вождения и безопасность дорожного движения», где также, скажем так, соисполнителем выступает клуб «Бижой Ситроен». То есть основная цель, конечно же, это предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей. К сожалению, как показывает статистика последних месяцев, такие дорожные аварии с участием молодых водителей увеличились. Третий автофест отличается от предыдущих своей насыщенной конкурсной программой. За право считаться лучшими из лучших автомобилисты боролись напряженно, но достойно, а испытания были более чем непростые. Программа началась с фигурного маневрирования, в рамках которого участники должны были проехать полосу препятствий за минимальное время и забить автомобилем гол в импровизированные ворота. Также автомобилисты соревновались в знании правил дорожного движения и ездили со стаканом воды на крыше автомобиля. Однако испытания не пугали автомобилистов. Они уверенно рвались в бой, работая не только над собой, но и своим авто. Он участвует в чемпионате Республики Беларусь по дрифту, поэтому такой экстравагантный. Чуть не доделали еще. Культуру соблюдаем, ездим по правилам, но где-то так немножко беспредельничаем, ну на парковках только. Трасса закрыта для соревнований. Ну, а так как бы в городе особо не беспредельничаем. В этом году на картинге появилась и команда-дебютант. Впервые фестиваль поддержал и коллектив Брестской госавтоинспекции. Во избежание возникновения всевозможных домыслов эта команда выступала вне конкурса. Тем не менее, именно она оказалась в лидерах состязаний. Сотрудники госавтоинспекции признаются, что подобные испытания они проходят каждый день, как элемент работы. И это для них не в новинку. Он должен быть, прежде всего, профессионалом своего дела и любить свою работу. И тогда у него будет получаться все. И будет знать правила, и нормально, вежливо, внимательно общаться с людьми. Ну и, соответственно, на дороге показывать высший пилотаж, потому что ездишь люди, тоже очень быстро ездят. Поэтому надо их догонять и держать марку. Каждый год в фестивале участвуют ведущие автоклубы страны. Организаторы феста уверены, что скоро этот автопраздник станет международным. Кроме того, в последнее время в фестивале принимают участие все большее количество представителей с прекрасного пола. К слову, они показывают достойные результаты. А значит, не важно, кто за рулем – мужчина или женщина. Главное, чтобы это был настоящий профессионал. Давайте по-честному скажем. Всегда между девушками и парнями существует такая маленькая конкуренция. Но нам всегда это было интересно. Ну и сами понимаете, что сейчас со временем появляется все больше водителей и девушек. И на данном мероприятии, и у нас в клубе, мы хотим показать, что девушка-водитель – это не что-то особенное. Она иногда водит намного лучше, чем мужчина. Главное не кто вы – мужчина или женщина. Главное, как вы ведете себя на дороге, как вы умеете водить автомобиль.